Всем привет! Сегодня мы возьмем интервью у танцора в таком стиле как брейк-данс и хип-хап у Николая Чокли, более известного как B-Boy Red Dog. Итак, погнали! Калян, привет! Всем привет! Сегодня поговорим немного о твоей работе и о твоей жизни. И первый вопрос, расскажи, откуда ты родил? Я из города Единец. Это небольшой город на севере Молдовы. Небольшая численность и не очень-то большие возможности. Там я родился и провел свои такие нормальные годы жизни. Что сподвигнуло тебя заниматься танцем? Наверное, видео, которое мы видели с ребятами по телеку, это группа Дабуги Клю из России. Это легендарная группа на то время. Мы увидели, впечатлились и пошло-поехало. Очень сильно вдохновил мой брат, который дал мне много хип-хопе, то есть старт такой как бы. Он начал заниматься с ребятами. Просто в школе арендовали зал. Было прикольно, так как я был самый младший из них. Мне было всего 9 лет. Они все для меня взрослые. И я имел куда расти. Вот было интересно. Потом уже в 16 лет я увидел, что такое брейк. Начал заниматься брейком. Сколько лет занимаешься танцами? Брейком занимаюсь 9 лет. Это получается уже 25 лет. Так что это вся моя жизнь. Это очень много значит для меня. Вот так вот. Все своими силами. Как танец повлиял на твою жизнь? Танец дал мне практически все. Меня знают люди как танцора. Я работаю как танцор. То есть для меня это смысл жизни. Это и есть сама жизнь. Сколько времени уходит на постановку шоу? Это всегда по-разному. Зависит от вдохновения на тот момент. От того, что требуется. От запросчиков. И, наверное, от месяца до недели. Танцевал ли ты что-то кроме брейка и хиф-хопа? Нет. Такого не было. Было такое, что я переодевался в другие костюмы, но все равно в том же стиле работал. А хотелось бы? Нет. Были предложения, но я всегда отказывался. Что тебя вдохновляет на данный момент? На данный момент меня вдохновляет, во-первых, опять же, видео западное, европейское. Это всегда имеет корни, потому что все идет из бронкса. Это стиль хип-хоп, он очень-очень разнообразен. Там и граффити, и диджейинг, и эмси, и бибоинг, и еще пятый элемент, как знания. Так что можно развиваться в этом стиле очень-очень продуктивно. Готовишь ли ты будущих танцоров? Танцоров, да, каждый день. У меня тренировочки, я с ними провожу занятия, у меня маленькие детки. До юниоров, примерно до 16 лет. Бывают, конечно, и возрослее, но в основном вот так. Я надеюсь, кто-то из них останется после меня и будет продолжать мое дело, это ремесло. Как реагируют люди на твои танцы и что они тебе говорят? Реагируют, наверное, по-разному в начале, когда не знают, что это такое, и мы договариваемся о выступлении, они свысока немного смотрят, потому что уличные танцы, потом, когда видят, забывают обо всем, что говорили до этого. У них в глазах счастье и недоумение, и хотят видеть нас еще. Хорошо, а что подтолкнуло тебя переехать из твоего родного города в столицу? Возможности, карьерный рост, хотелось, конечно, прорваться больше, дальше. Всегда хочется поднимать свой уровень, а в нашем городе это невозможно, а то вообще никак. Ну а что нового предоставил тебе Кишнев за это время? Очень многое дал. Общение с людьми, знакомство, интересные впечатления и, конечно же, опять же, возможности. Это новые залы, новые люди, новые движения, новое вдохновение. Все по-новому пошло, и это новая полоса в моей жизни. Я знаю, что ты недавно был в Корее. Расскажи об этой поездке поподробнее, пожалуйста. В Корее был контракт на полгода. Очень-очень-очень классный. Нам понравилось. Они оплачивали все абсолютно. Перелет, проживание, еду. С ними интересно общаться, работать. Они вообще другие, другого мышления, менталитета. Это очень далеко от нас и чувствуется. У них природа красивая, горная местность, красивый пейзаж, красивое место само, где мы работали. Это где-то 200 километров от Сеула, Кангвамленд называется, поселок курортный. Было очень-очень классно. Мы два раза делали шоу в день. Уставали очень сильно, но от этого стоило. А скажи, что нужно для того, чтобы мечты превратились в реальность? Во-первых, надо верить. Без веры ничего не сбудется. И плюс к этой вере надо упорство прилагать. Очень-очень сильный. Ничего сразу не дается. А мнение чужих не мешало? Всегда. Мнение чужих всегда мешает. Но их надо отстранять в сторону, делать свои выводы и идти дальше. Сможешь представить себя вне танца и чем бы ты занимался? Если честно, представить очень сложно. Это прямо неотделимая часть от меня. Это очень-очень много значит. Но чем бы я занимался, честно не знаю. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что это и есть моя судьба. Окей. Спасибо тебе большое. Желаем тебе удачи, творчества, всего лучшего. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!